Итак, с вами РисунтопГай, и сегодня мы поговорим про морские высадки. Если вы еще вдруг не подписаны, обязательно подписывайтесь, чтобы не пропускать другие интересные и полезные видео. Поехали! Теперь о чем же мы сегодня поговорим? Во-первых, очевидно, как просто физически запустить вторжение. То есть да, в первую очередь об этой стрелочке, как сделать так, чтобы она запустилась. И самое главное, каждую мелочь, которую можно использовать, чтобы шансы были побольше. Потому что в одних и тех же условиях кто-то сможет его запустить, а кто-то нет, потому что здесь есть много тонкостей, о которых кто-то знает, кто-то нет. И самое главное, это то, что вам достаточно получить нужное превосходство всего лишь для нажатия стрелочки. Если ваши войска уже выехали, то дальше вам не нужно. Это может быть полезно, к примеру, вот в такой ситуации. Ваш противник не готов к войне, вы объявляете войну. И в этот момент у вас вполне себе большой такой промежуток. Видите, было вполне себе целый день, целые сутки. В которые ваши войска могли бы высадиться. Ну, по крайней мере, не высадиться, а отправиться на высадку. Это самое важное для начала вторжения. Причем надо заметить, что если вы поставите флот на не вступать в бой, то морского вот этого превосходства вы получать не будете. Теперь вопрос, что же влияет на это самое превосходство, как его получить? Во-первых, очевидно, ваш флот. Причем, насколько я помню, формула периодически меняется. Но в данный момент это зависит от, опять-таки, я могу быть неправ, людских ресурсов. То есть, грубо говоря, насколько ваши корабли большие. Да, примерно так. Есть там, конечно, еще, по-моему, факторы. Ну и, конечно же, разные миссии по-разному дают превосходство моря. Допустим, флот на конвой даст меньше, чем поддержка морского вторжения, дворное соединение, либо патрулирование. Вот эти три, в принципе, одинаково дают превосходство на море. Если говорить о точных цифрах, то это 100%, это 100%, это 100%, конвой рейдинг это 50%, как и эскорт. Нины это 30%. Очевидно, на тренировках и в порту вы, в принципе, не будете никакого превосходства на море проецировать. Но это просто базовое. То есть, допустим, сейчас давайте-ка наш флот доедет, мы поставим вступать в бой присоединяем риски. У нас очень маленькие проценты. Британцы, как видите, очень жестко накидали кораблей в Ла-Манш. Как мы можем это изменить? Потому что даже с нашим количеством, в теории, тут можно высадиться. И у нас тут есть такие модификаторы, как превосходство в воздухе, минирование и внезапно еще разведданные. Давайте совсем по очереди. Начнем с разведданных. Как видите, здесь вот 40% написано, нет штрафов к превосходству на море. То есть, очень важно получить максимум своих разведданных о противнике и скрыть максимум своих от врага. Потому что каждый штраф к его превосходству на море, это вам баф на ваше. Очевидно. Соответственно, как мы можем это изменить? Конечно же, прокачав агентство, прокачав контрразведку и максимально убить в том, что у врага будет минимум разведданных о вас. Вот вы набрали разведданные и ситуация чуть-чуть улучшилась. Но все еще, конечно, не очень достаточно. А теперь добавим сюда авиацию. Как вы помните, авиация тоже добавляет превосходство на море. И вот у нас уже периодически 30%. Периодически, потому что количество варажских кораблей меняется. Мы уберем максимальный процент, потому что, как вы помните, нам достаточно буквально получить вот это вот. Превосходство на какое-то время. Рейда нам нужно 50%. Мы уже добили до 40%. Самым простым вариантом, конечно, было бы просто доделать еще корабли. В принципе, скорее всего, у вас будет еще больше кораблей. Я так как не выключил Instant Construction, у меня тут Британия наделала себе кораблей. А все еще, кстати, не так, что достаточно много. В общем-то, это у меня Instant Construction доделал все, что было просто в списке. То есть я никаких новых кораблей не добавлял, а только доделал все стартовые немецкие корабли. Как и Британия доделала все свои. И, как вы можете видеть, у нас стабильный 50%. То есть мы стабильно можем нажать кнопку. Кстати, я поправлюсь. В формуле по превосходству, сколько дают корабли, там чуть-чуть другая формула. Там Manpower плюс стоимость производства. Так что, насколько я помню, самые-самые эффективные для именно превосходства это бустые линкоры. Да, лучшие корабли по мнению парадоксов. То есть, по-моему, что-то вот такое. Но это супер безрасчет, потому что я ничего не считал. Я просто помню по памяти что-то вроде такого самое выгодное. Я все еще вам не рекомендую делать такие корабли, потому что кроме как морских высадок, вот таким вот получить морское преимущество, они, очевидно, бесполезны. В них нету даже атаки. А морская высадка это не только дело о превосходстве. Я бы сказал, 80% это о превосходстве на море, потому что чаще всего именно его вам не будет хватать на таких странах, допустим, как Германия. Но вот в остальных 20 скрыто, я бы сказал, 90% неудач. Потому что кроме этой галочки, вам нужно еще, во-первых, пробить защиту. Это самое важное. Вам нужно как-то добиться до портов и какой-то там плацдарм получить. Это не так просто. Что же может нам помочь, так сказать, дать единовременный какой-то буст? Вот мы поплыли, и я напомню, сразу же после того, как ваша армия поплыла, можно выключить приказ. И чаще всего, если у вас нету точного гарантированного присутствия на море, так и стоит делать. Объясняю почему. Посмотрите на приказы Британии в данный момент. Вы скажете, да блин, тут все море зеленое, нас сейчас убьют. Нет. Потому что ваши войска, вот здесь вот, это конвои. А если вы посмотрите сюда, здесь нету ни одного приказа на перехват конвоев. Что это значит? Что ваши войска никто не атакует. Буквально, вы можете просто сколько угодно сюда сейчас завести войск, потом в порт еще дополнительные припасы постоянно переводить, их никто не атакует. Потому что никакие приказы, кроме охоты на конвои, не будут искать конвои и не будут их атаковать. Это очень важно понимать. Особенно против компьютерного оппонента. Оты не ставят на перехват конвоев ничего, кроме подлодок. Единственное, конечно, может быть такой нюанс, что у них могут стоять подлодки на перехвате, и на ударном соединении какие-то еще дополнительные силы. Таким образом, в теории может завязаться бой с вашими какими-то силами, а уже ударное соединение в бой зайдет. Хоть и, конечно, это перехват конвоев, но так как ваши силы туда зашли, везет какая-то битва, они, очевидно, зайдут. И знание вот этого факта, с умножением того, что вы знаете, как получать присутствия на море, и то, что вам нужно всего лишь буквально один день. То есть, допустим, здесь вы видите вообще ноль. Сейчас, хотя я по факту ничего не делал, здесь все те же приказы, просто бот раскидал все везде. Позволит вам высадиться практически в любого бота. Однако теперь у нас ситуация. Тут вот я телепортировал сюда гарнизон, и начнется битва. Мы на Англии, поэтому зелененькая. Мы не можем пробить на Германии. Давайте, кстати, еще про одну механику поговорим перед этим. И прогресс морского вторжения. 40%. Именно вот это вот и есть тот самый Invasion Defense, защита от вторжений, которое иногда дается в каких-то бахахах. Это вот здесь вот. Вот, вам дается дополнительное... Блин, написано смешно, конечно, оборонительные возможности, по факту это бафы к вашему прорыву. Вот, смотрите, сейчас постепенно прорыв падает, атака растет. Потому что это как бы ваши войска достигают берега. Степенно атака, видите, растет, растет потихоньку. Здесь, кстати говоря, нигде не написано, как я вижу, да? Здесь нет вот этого плюсов, минусов, вот в этих числах. Но вот здесь вот есть. Это, конечно, забавно, но тем не менее. Вот мы достигли берегов, все бойцы добрались, теперь уже наши статы, так сказать, напрямую участвуют в битве. И, к сожалению, скорее всего, мы не пробьемся здесь, потому что у врага хорошая атака, они нормально дамажат нас, у нас недостаточно атака, чтобы хорошо дамажить их. И хоть и там слабые дефекты, у них все еще хватает дефенса, чтобы защищаться, и какой-то атаки, чтобы нас пробивать. Можем ли мы что-то сделать прямо сейчас? Да, да. На самом деле нам все так же могут помочь, во-первых, самолеты. Во-вторых, у нас есть возможность подвезти сюда флот в доме обычных истребителей. Конечно же, мы можем подвезти сюда тактические бомбардировщики, я уже не буду спаунить новые, а использую существующие. Имеется также возможность раскрыть разведанные, что даст вам дополнительный прорыв. Это очень важно. Если, кстати говоря, дается еще минус штраф за вторжение, то внезапно еще скидывает 15%, а дебафы здесь скидывать очень важно. Смотрите, сейчас у нас ситуация плохая, подадим себе командные очки. Подбежает флот, подлетает авиация, и уже так желтенькая, уже желтенькая, и вообще даже игра нам горит зеленая. Вообще, вот сюда ориентироваться на вот этот цвет не сильно я вам рекомендую, потому что часто будет начали красным или желтым, потому что ваша атака еще не поднимется до нужных значений. Но в среднем, конечно, да, отсюда смотреть стоит, потому что если здесь зеленый, то скорее всего вы должны их точно пробить. Кроме случаев, когда, может быть, у вас какой-то огромный прорыв, но нет атаки, игра думает, что вы сможете бесконечно выдерживать атаки, но на самом деле нет. И вот вы, так сказать, использовали все, что у вас есть, и смогли каким-то своим кулаком пробиться сквозь порт. Есть еще мелочи, которых можно использовать. Это, конечно же, агенты. Они дают минус 5 максимальной укрепленности. Минус еще фактор планирования, но это уже в вашей защите от ваших противников. Но укрепленность поможет вам атаковать. Если мы еще говорим про какие-то, допустим, порты, либо просто, в принципе, территории какие-то заморские, их можно еще рейдить, рейдить под лодками какое-то время, после чего у них будут дебафы от снабжения, плюс они будут терять потихоньку боеспособность из-за нехватки припасов, и таким образом, скорее всего, вы сможете их ослабить достаточно, чтобы пробить, если вам не хватает ничего другого. Есть еще также, давайте-ка с этим все понятно, давайте еще одну рассмотрим высадку. Вот эту. Это очень интересная высадка. Чем именно? Часто бывает, что вот такие вот острова сложно пробить. Тут, допустим, какое-то укрепление, береговое укрепление еще стоит. В общем-то, много проблем, и кажется, что, ну, не хватает, тут всего лишь можно каких-то 90-шин фронт отправить. Так, как вообще это пробивать? Поставить туда Британия 10-9, и все, я уже не пробиваю? Нет. На самом деле, вы имеете преимущество по атакам. Что это значит, сейчас покажу. Допустим, мы сюда, ну, наверное, прям всю армию Британии было бы многовато. Возьмем сюда 10 дивизий. Это большой гарнизон для такого маленького острова. Давайте-ка его сюда телепортируем, чтобы все ускорить. В общем, пойдем туда. Так, мы имеем здесь преимущество на море. Подгоняем сюда дивизии. По-моему, рассчитываем, что здесь 90-шин фронт, значит, в идеале нам, как бы, ну, 3 дивизии по 30, условно говоря, либо какие-то, не знаю, 5 по 18. В общем-то, есть проблема, там большой гарнизон. Мы не сможем, если мы отправим все вместе, то толку от этого будет очень мало. Но, у нас есть возможность отправлять все не совсем вместе. Мы сделаем примерно вот так. Что именно я сейчас делаю? Причем, я это делаю одним генералом, можно сделать вот так, можно сделать это просто разбить на несколько генералов. Но идея в том, чтобы ваши дивизии доходили до боя и воевали раз за разом. Таким образом, вы просто потихоньку-потихоньку и крутите, потому что вы можете восполнять свои потери в организации боеспособности, а дивизии вот здесь вот, которые находятся в постоянном бою, не могут. Я сказал, в идеале это делать с, пожалуй, разными генералами, чтобы вы контролировали, когда что отплывает. Но мы можем и вот так. И здесь логика, в принципе, примерно такая же. Вы, в отличие от вашего противника, имеете превосходство по авиации, по флоту. Иногда нет. В основном, очень важно иметь авиацию, потому что пока вы будете вот так вот сражаться, авиация будет работать и выбивать ваши дивизии. Вражеские дивизии, конечно же. Начнем такое вторжение. И вот о чем я и говорил. Все выглядит достаточно плохим. И из-за того, что мы все стартуем одним генералом, видите, все дивизии стоят в резервах. Для морского вторжения это абсолютно ужасно. Доводить до такой ситуации нельзя, потому что если перехватываются вот эти вот конвои, то вам очень-очень плохо становится. И самое главное, вы можете вот таким вот образом затроллить себя и внезапно у вас не успеет подкрепление пойти. Вот сейчас успело. Но вот, как бы, как видите, ситуация очень плохая. Только одна дивизия стоит и скорее всего все отступают. И как видите, они отступили вот сюда. То есть, такой ситуации лучше никогда не иметь. Лучше как раз-таки контролируем потихоньку всаживать их разными генералами. То есть, из этого же порта делаем вот такие вот приказы. И начинаем все заново, только в этот раз по-красивому. То есть, смотрите, ждем пока заканчиваются эти ребята. Отправляем туда сразу вторых. И вот таким вот образом постепенно вы сможете выбивать даже самые жесткие гарнизоны. То есть, опять-таки, они все очень жестко креплены, их там много. Ситуация очень тяжелая. Но, благодаря на это, не дается так. Вы не даете им восстанавливать организацию и пейспособность. То есть, рано или поздно они закончатся. А если их делать еще из разных портов и переназначать обратно, то есть, таким вот образом, из кучи портов вы их делаете, они возвращаются обратно на свою позицию, вы сразу же их прикрепляете. Пока воюют остальные, эти снова готовят план. И таким образом, можно постепенно очень успешно выбить. Как видите, вариант то, что там была куча дивизий, мы этот порт берем потихоньку. Я бы сказал, что самую большую роль в этом, конечно же, играет авиация, потому что во время всех этих боев она продолжает атаковать. И, как вы можете видеть, вражеские дивизии уничтожаются, в отличие от ваших. Ваши отступают обратно. Да, это болезненный процесс, но неизбежно, если вы хотите выбить какую-то вот такую вот базу, вы можете просто делать вот так, и видите, опять все, они не восстановлены, не по организации, не по их способности, и заканчиваются. И это мы делаем, это все, конечно же, не особо хорошими дивизиями, для этого даже не морпехами. У нас авиация наносит, на самом деле, супер маленький урон, все может быть намного сильнее. И вот уже в один момент просто они ломаются, и тут уже зелененькое, и в общем-то, когда зеленое, скорее всего, ваши дивизии уже и добьют их. То есть, да, с потерями, но я бы сказал, что достаточно умеренными, как бы, бои, бои на самом деле проходят вполне себе, давайте-ка так сделаем, в вашу пользу, потому что у вас работает авиация, противника нет. Если авиации нет, то конечно все тяжелее, но в теории все еще возможно. Особенно стоит очень-очень ценить морпехов, потому что морпехи действительно очень хороши, потому что штраф вот этот вот завтражение полностью убирается, либо почти полностью в зависимости от вашей дивизии, как бы, и это очень сильно. Соответственно, все становится еще круче, если у вас плавающие танки высаживаются, либо плавающий механ, либо плавающий механ с плавающими танками, в общем, вы поняли. Однако, если мы говорим про, допустим, вот выстку куда-то большую, например, в Британию, взять какой-то порт и какой-то небольшой участок защитить, это далеко, конечно же, не победа в высадке, потому что вот вы, допустим, высадились, что-то контролируете, может больше, может меньше, теперь, теперь все ваши войска здесь зависят от поставок снабжения ваших, воздушных, либо морских. В принципе, без воздушного присутствия желательно не высаживаться, но если вы абсолютно уверены в своем морском, то у вас все еще как бы есть шансы, то скорее всего начнет происходить. Скорее всего, вражеские подлодки, вот непонятно, что с ними делать, тем не менее, будут направлены сюда, поставлены на приказ рейда, и ваши конвои будут топиться. Очевидно, что вашим войскам на пользу не пойдет. То есть, если это будет происходить какое-то полупродолжительное время, вот допустим, здесь какое-то время топим, видите, уже желтые коробки, и мало того, что это сказывается на, в принципе, боевых характеристик, так еще и боеспособность потихоньку падает, а самое главное, она не восстанавливается. Таким образом, даже если вы высадились, даже если вы какой-то плотар смогли отбить, все еще ваши войска будут разбиты в один момент. Это, конечно же, плохо. Это вас следует избегать. Как же бороться с этим? Во-первых, против игрока, если у вас нету и морского, и воздушного превосходства, это будет сложновато. И морское превосходство, вы, в принципе, можете просто защищать конвои своим флотом. Это в плане будет работать. Даже можете обычным, хотя, конечно, в идеале это эсминцы, тем не менее, можно хоть весь флот сюда отправить на защиту. Ну, помните, что если вы не предусмотрели вражеский флот, то вот эти корабли уже вступят в бой, как я и говорил, потому что здесь начинается бой за ваши конвои, вражеские подводки, их краски рейдят, ваши корабли приходят на помощь, и вражеский флот видит это, как битва и входит в него. Как я и говорил, такое нельзя забывать. Следовательно, без морского присутствия морское снабжение почти невозможно. Замечу, что все еще этими дивизиями можно воевать, и если в органе нету достаточных сил, даже такими дивизиями вы, скорее всего, его как-то пропушите. Типа, все еще можно, можно жить, хоть и недостаточно долго. На помощь могут, конечно же, прийти транспортники, авиационные. Их тоже не стоит недооценивать, они могут быть полезными. Но без воздушного присутствия, конечно, ими воспользоваться долго не получится. Против игрока я бы вам посоветовал не высаживаться в принципе в него, если вы не сможете доставлять припасы тем или иным способом. Но против бота вам может помочь ваша авиация. Потому что, как вы помните, бот делает рейды. только подлодками. А значит, если вы ваши подлодки отправите на как раз-таки удары по... А, я тактически ездить нельзя. В общем-то, даже штурмовики им отправили. Важно, что главное, что если вы можете бомбить вражеские корабли, то рано или поздно ваши самолеты смогут выбомбить вражеские подлодки. Ведь вражеские подлодки очень уязвимы, как в принципе все подлодки к морскими бомбардировкам. Даже если они не будут полностью их уничтожать, то как минимум они смогут очень много урона наносить. А это я просто видите одно авиакрыло. И заметьте, рейдами как-то стало уже получше. А почему? Потому что большая часть пошли на ремонт. Если бы они не пошли на ремонт, они были бы уничтожены. И вот ваши войска здесь уже имеют снабжение намного лучше, а если у вас здесь достаточно авиационные силы, то вы сможете практически уничтожить вражеские подлодки. Опять-таки, игрок просто не будет дебилом и будет рейдить своим основным флотом. Эффективность в принципе не сильно так хуже, если вы не сможете ему ничего сделать. А вот основной флот так авиацией душить достаточно сложно. Потому что у него, в отличие от подлодок, есть ПВО. Опять-таки, это может быть достаточно дорого, если у вас очень хорошее присутствие в воздухе, а тут недостаточно хорошее ПВО. Тем не менее, это будет работать, особенно если это Британия, очевидно, она будет все свои ресурсы тратить на то, чтобы потопить все ваши конвои и дать себе максимальное преимущество в бою за саму Британию. Что ж, я думаю, я сказал все, сколько мне пришло в голову, как говорится, то, что я хотел сказать. Возможно, я что-то забыл, надеюсь, что нет. Если да, вы можете обязательно об этом знать в комментариях, вы можете вообще высказать свое мнение, еще какие-то, может, свои советы повыдавать. Я буду таким только рад. Ну, с вами был Добгейм. Обязательно подписывайтесь, если вы еще вдруг не подписаны, оставляйте лайки, любые вообще комментарии, подписывайтесь на также мой твич, ссылочка в описании, как и дискорд, ссылочка тоже в описании. До скорых встреч, пока.